Вся наша история хранится в Википедии, и люди верят в ее правдивость. Какое-то время верить и правда стоило. Теперь ею руководят люди, для которых политическая повестка подменяет всякое чувство долга перед честностью или фактами. Наглядный пример. Только что Википедия удалила статью об инвестиционной фирме Хантера Байдена Роузмунд Сенека Партнерс. Фирма финансировала исследования опасных патогенов на Украине при участии подрядчика Минобороны. Хотя вам и говорят обратное, это было. Точка. Биолаборатории на Украине это правда. И то, что эти люди приходят в бешенство и вешают на вас ярлыки за упоминание об этом, только все подтверждает. Кстати, они заработали большие деньги в Китае, китайские чиновники финансировали компанию, и Джо Байден был в курсе. Мы заполучили фотографию, на которой Байдена играют в гольф с членами Совета директоров Роузмунд Сенека. Мы показали ее в эфире, и им это очень не понравилось. Но теперь Байден настаивает, что смотреть здесь не на что. Господин вице-президент, сколько раз вы говорили со своим сыном о его деловых операциях за рубежом? Я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом. Но вот что я знаю. Я знаю, что Трамп заслуживает, чтобы его дела расследовали. Да, я никогда не говорил со своим сыном о его деловых операциях за рубежом. Это ложь. И есть доказательства. Никто не знает этого лучше, чем Миранда Девайн, ведущая колонки в Нью-Йорк-Пост, автор замечательной книги о ноутбуке Хантера. Миранда, спасибо, что присоединились. Что об этом скажете? Послушайте. Вчера Стивен Нельсон, корреспондент Нью-Йорк-Пост в Вашингтоне, спросил самого Джо Байдена, когда тот проходил мимо, почему деловой партнер Хантера Байдена, Эрик Шверин, 19 раз ходил в Белый дом, чтобы посетить его офис? Джо Байден просто проскользнул мимо и не ответил на вопрос, хотя и услышал его. Белый дом не может занимать такую позицию. Если Джо Байден ни в чем не участвовал и ничего не знал о деловых операциях Хантера, почему же он встречался со столькими его партнерами? Почему он приглашал Эрика Шверина, как мы выяснили по меньшей мере, два десятка раз в Белый дом, в свой офис, чтобы тот встретился с ним, с его женой и разными его помощниками? Знаете, Эрик Шверин не абы кто. Он был президентом Росси Монт Синека, компании, которую Википедия только что отправила в небытие. У него было право подписи по банковским счетам Джо Байдена. Был один примечательный банковский счет, о котором Эрик Шверин спрашивал Хантера о внесении и снятии денег Джо Байдена, так называемый социальный счет, в Уилмингтон Траст. Что это был за счет? Мы знаем, что в штате Делавер федеральные прокуроры большой жюри изучают деловые операции Хантера Байдена, и они спрашивали людей, кто такой большой человек. Как нам известно о Тоне Бабулинске, большой человек — это Джо Байден. Напомню, Тони Бабулинске — еще один деловой партнер Хантера, встречавшийся с Джо Байденом. Потрясающе! Они заработали столько денег на Украине, и теперь мы отправляем туда миллиарды. Не говорю, что есть какая-то связь. Странно, да? Странно. Миранда Девайн, я был очень рад вас видеть. Спасибо. Большое спасибо. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНОТВ. Ссылка в описании.